Заядлый геймер Адеф хотел увидеть прохождение игры Kingsfield 2 на 100% и он получит это прохождение, так как сделал заказ на него на этом канале. Но если вы хотите увидеть вашу любимую игру в самом полном исполнении, вы также можете сделать заказ и уж будьте уверены, я сделаю для вас прохождение такого, какого до этого не делал никто, аналогов ему не будет и покажу вам в играх то, что вы даже не представляли, друзья. А сейчас Kingsfield 2, он продолжается у нас, это часть номер 5 и сейчас мы пойдем исследовать тюрьму, друзья. Мы находимся на главной вот этой аллее, с нее попадем сейчас в тюрьму. Если вы помните, туда есть несколько входов, двое из них это секретные, они из шахты, ну а это парадный вход, так сказать. И вот мы войдем сегодня через него. На столе еще один такой же ключ, в ведре кто-то оставил лекарственную траву, а бочка пуста. Не думаю, что эти деревянные стены могут содержать секретные двери, но проверить надо обязательно. Так. Теперь спустимся еще вниз. Тут два стражника, очевидно они работают на некрона, мы их сейчас уже просто с удара валим жестко. Я там покачался еще немножко на рыбах, 29 уровень и 7000 золота мы имеем. Золото я как раз собирал, так, тут секреточка с кристаллом. Золото я как раз собирал для того, чтобы купить получше еще броню. Также я хотел купить щит, в этой части мы с вами все это сделаем. Для этого нужно возвращаться. Вначале мы пройдем, опа, ключик. Вначале мы пройдем немного вперед. Вот, кстати, один из проходов секретных в тюрьму. Пройдем вперед для того, чтобы какие-то события у нас в игре произошли. И, возможно, тогда предыдущие NPC расскажут нам что-то новое. И мы с удовольствием это почитаем вместе, чтобы больше знать об игре. Так, это нужный нам вход здесь. С этой стороны ключ вставлен. Правильно ведь? Да, все правильно, мы вошли. Так, это я читал, что это тюрьма подземного мира 1. Ну, давайте мы, значит, с какого-то из концов... О, о, вот этого парня нам надо будет освободить. Но, вначале пройдемся еще раз отсюда. Да, кстати, ключ, который мы нашли, называется Jail Key. То есть, тюремный ключ. Очевидно, что он подойдет для той камеры. Напомню, что здесь у нас находится второй проход в тюрьму. Вот, из этой шахты. Появившийся монстров выносим. Золото, опыт. Все нам еще нужно. Уровень у нас еще не максимальный. А в этом прохождении, конечно же, мы достигнем максимального уровня. Но пока не максимальный. Пренеберегать этим не стоит. Тем более, там есть предметы по таким дорогим ценам. Например, у ключника там ключ один. Помните, сколько стоит? Так, попробуем сначала открыть вот эту камеру с монстрами. Отлично. Ну что, ребят. Приговор. Смертная казнь. Его в исполнение приведем прямо здесь, на месте. В этом месте мы находим две лекарственные травы. Стены здесь не открываются. Хотя, вообще, учитывая, что это была закрытая камера, можно было и сделать какой-то тайник в стенах. Так, теперь применяем джейл-ки. Здесь, я не знаю, подойдет ли он, например, еще к каким-то сундукам, или только здесь его можно использовать. Стоит ли нам делать его дубликат, просто для развлечения или нет. Так, он встает и сам идет к нам. Что же он расскажет? Я не могу представить, зачем Александр приехал на этот остров. Интересно, он имеет в виду нас? Нашего героя же зовут Александр или Олев. Солдаты короля Альфреда почти уничтожены, и я ничего не могу сделать. У меня есть камень, который эльф дал отцу короля. Пожалуйста, возьмите его с собой. Мы получаем вот такой камень. У меня сразу мысли. Это из той комнаты с фонтаном? Помните? Там можно было вставлять подобные штуки. Либо же это тот, та фигурка, которую нас просил найти дядька из шахты. Называется Драгонстоун. Соответственно, Драконий камень. Скажи нам еще что-то. Так. Мы еще не нашли меч короля. Сила Некрона сильнее, чем раньше, и я думаю, что он также контролирует монстров. Оставшиеся солдаты, должно быть, ждут моей помощи. Я должен найти их, а затем попытаться спасти. Я надеюсь... Я надеюсь, все они еще живы. Все, выпытали все. Очень классно, что в этой части не надо отходить, для того, чтобы получить новый диалог. Так, ну а теперь проверим, есть ли секретные проходы в его камере. Тоже вряд ли, а то он еще мог бы сбежать через них. Но теперь ты свободен. Не знаю, встретимся ли мы с ним еще где-то, либо он будет тут. Это мы проверим позже. А теперь мы с вами двинемся в новую область. Так, вот это проход. Да. Как бы в главный зал. Мы сюда уже мельком заглядывали. Я сразу вставлю сюда ключик. По нам ведут обстрел лучники. И здесь, здесь полно стражи. Оп. А я не увернулся. Вот эти, конечно, они так быстро орудуют своими алибардами. Такой тип оружия, наоборот, должен не предполагать таких атак. Так, они прям мастерски владеют. Так, я двигаюсь безостановочно, так как стрелы заливают нас сверху. Вот сюда забежим, чтобы охладить ваш пыл. Хватит, пацаны. Сейчас я восполню бодрость. Да, оружие подлиннее. Не помешало бы. У него еще один тромбовидный ключ. Кстати, когда мы находимся на этой башне, с той башни он не стреляет по нам. Видимо, далеко слишком. И у него не хватает сил натянуть тетиву так, чтобы стрела долетела сюда. Возможно, у него плохое зрение, он нас там не видит. Либо у него закрыта карта, вот так вот, как у нас. Причин множество, но не стреляет. Не успел. Мы его опередили буквально на долю секунды. Вот я люблю, когда так получается. Вход в большую шахту. Так, и куда это мы перемещаемся? Давайте немножко отложим это. Надо еще разобраться с этим стрелком. А это открывается у нас дверь? О, отлично. Отлично. Но здесь мы уже к нему не попадаем. Мы пойдем дальше, по верху, над шахтой. Карта у нас вообще не нарисована там. И сразу задаешься вопросом, а будет ли здесь карта, которая нарисует все-все проходы. Я покупая эту за такие сумасшедшие деньги, очень надеялся, что на ней будет нарисовано все, но нет. Ух, как я подошел на стрелу. Вот он стрелял не в меня, а рядышком. Просто хотел меня испугать, наверное. О, стрела осталось. Десять штук. А после того почему-то не осталось. Так, а я может быть просто не взял? Надо это проверить. Давайте сходим быстро. Если не взял, то возьмем. Либо же она... Ты что здесь делаешь? Так, ну где-то здесь мы... Мы с него ключик подобрали. Да, у него, наверное, все-таки был ключ, а не стрелы. Я все здесь проклацал. Так, я не был здесь, друзья. И я не знаю, что ждет нас в этой большой шахте. Может, большой монстр. А может, большое сокровище. Ну, давайте посмотрим. Какой крепкий лучник. Он в спину стреляет, посмотрите. Бедняга. Неприятно, когда в спину уносит удары, да. Особенно свои. Ого! Здесь отдельная карта. Это отдельная локация, шахта. Слушайте, я бы тогда чуть-чуть позже сюда пришел. Просто оставлю здесь ромбуски, чтобы сюда потом вернуться. Тут случайно не сундучок. Слушайте, заманчиво. Какой-то такой постамент. Там целая комната. Очень хочется все исследовать, друзья. Но сперва так и здесь надо тогда ромбуски оставить. И мы будем знать, что у нас он остался один. И мы с вами еще сделаем несколько дублей. Все дверки будут с двух сторон у нас активны. Туда-сюда их не гонять. Значит, надо возвращаться к ключнику. Но я все же пройду на новую локацию. Здесь гербы какие-то. Так, под этой стеной будем двигаться. Зад под той. Проверять возможные секреты. Здесь просто такой переходной коридорчик. И мы попадаем вот на новую локацию, друзья. Тут если все время идти прямо, то мы должны пройти дальше. Но, как видите, у нас тут стена преграждает. Наверное, в обход придется идти. Тут тоже лучники, да, сидят? Мост. Тут покрепче. С первого раза не вырубило. Классно бы, конечно, восполнить где-то ману. Я могу этот лунный камень использовать. Но тоже же быстро закончится. Чтобы пытаться уже комбинировать магию с ударами, физическими ударами нашим оружием. Мы помним, что в первой части это специальные магические атаки активировало. Я только на секунду отошел, а ты уже откуда-то пришел. Да, тут стали они сильнее. У них левел, видимо, выше. Надо до того добраться. На башне. Найти проход. Наверное, это позже можно сделать. Либо вот он единственный. Сейчас посмотрим. Так, идем. Вот он этот мостик. Отсюда мы видим ту башню. И что у нас тут? Вход в центральную деревню. Во как. То есть мы были на северной, мы были на южной. Теперь на центральную пойдем, раз уж я так начал говорить. Есть еще стрелы. При входе, да, можно туда отойти. И мы с вами... Опа. Привет. Сверху посмотрите, вот там какой-то зеленый огонь. Зеленый свет горит на горе. Такое впечатление, что там установлен светофор, друзья. И сейчас зеленый свет. Может быть действительно там кто-то светофор поставил. Ну а на входе в центральную деревню стоит женщина, которая нас не пропускает. Может быть у нее что-то стряслось? Давайте узнавать. Вы не видели здесь маленького мальчика? Я ищу сына Сэндлера. Я предупреждала его, чтобы он не ходил в подземный мир. Но он теряет голову из-за охоты за сокровищами. Надеюсь, он скоро вернется. Малую шахту мы исследовали, мальчика не видели. Наверное, он пошел в большую. Он собирает бесполезные обрывки, которые называет сокровищами. Он сказал мне, что нашел гнездо термитов. Я очень беспокоюсь о нем, потому что термиты очень опасные. Ну вот в Final Fantasy XV мы обрывки загадочные тоже собираем. Нам осталось одни найти. И там это тоже приведет нас к сокровищу. Может это и здесь будет как-то параллель иметь. Я думаю, что он умерил. Он всегда ходит туда, чтобы расспросить о континенте. Может быть он нашел гнездо где-то там. Ох, он такой нарушитель спокойствия. Тут же можно не отходить. Я уже по привычке отбегаю. Так, ну и все. Что мы хотели выпадать, мы выпадали. Давайте дальше пойдем. Но, опять же, она нас не пускает. Может быть пустит, когда мы найдем этого самого мальчика с Энкера. Где мы сейчас? Так. Понять бы, как мы сюда попали точно. Ладно, потом по карте проследим. Еще один запустелый дом. Без вины покинутый. Каждое дерево проверим. Так. По углам пройдемся. Киллхант. Посмотрите, что он делает. Похоже, он осуществляет сознательную стимуляцию эрогенных зон с целью достижения оргазма. Но почему здесь? На пороге дома. Ты нам об этом расскажешь? Довольно грубо. Не входи в мой дом без разрешения. Хотя, справедливо, я не хотел в дом входить. Там какой-то гремлин сидит за ним. Посмотрите. Я все-таки попробую, нет? Хм. Может, это его продюсер. А он просто это делает, потому что снимается для какого-то ролика. Что ты нам еще расскажешь? Все нервничают, потому что Сэндлер исчез. Я поговорю с тобой позже. Так. Ну, здесь тоже. О Сэндлере знают. У меня для тебя ничего нет. Я сейчас занят. Убирайся отсюда. Ну, вот он такой раздражительный, как будто действительно мы застали его за этой самой стимуляцией. И если так происходит, обычно люди раздражение выказывают. Ну, и Сопляк. Сэндлер всегда доставляет короли неприятности. Это та женщина. Все. Тоже у него все выпытали. И он не пускает нас в свой дом. Надо искать Сэндлера. Ну, наверное, он в шахте. Наверное, он в шахте. Так. А мы вообще дальше можем пройти? Или нас просто никуда не пропускают? Но здесь у нас тупиковый путь. Так. А здесь тоже, да? У нас прохода нет. Тоже тупик. Да. То есть тут пока мы никуда не можем пройти. Вот здесь два пути. Из какого мы пришли. Наверное, из этого мы и пришли. А, а этот ведет, соответственно, к... К женщине или нет? Нет, я вот тут немножко, друзья, запутался. Но здесь бочки. Давайте посмотрим. Есть трава. Есть кристалл. Так. Точка сохранения. Гайдпост у нас пустой. Опа. Так. Гнездо термитов. В общем, смотри. Куда. За своим... За своими шагами. Ну, там можно провалиться. Я специально бежал, чтобы не провалиться. Наверное, я пока в гнездо термитов не пойду. Запомним, где оно у нас. Ага. Ну да. Вот мы как раз туда провалимся. Может быть, мальчик там. Оп. Ничего себе. Это секретный персонаж. Где это он? Перед гнездом. Ладно. Я немножко позже с ним поговорю. Я сейчас, потому что хочу вернуться. Все-таки. И... Поговорить с теми персонажами, которые мы уже с вами... Которых мы с вами уже видели. И заодно купить все. А потом уже двигаться дальше. Потому что... Чем дальше мы проходим, тем дальше нам возвращаться. Сейчас мы... Вступили на новую локус. Бегаем обратно. Поговорим. Конечно, нам еще не раз придется возвращаться. Это очевидно. Понятно. Это мостик. Но... Броню надо докупить. Так. Здесь дверь открывается рубильником. Можно что-то подсобрать. И еще стрелы. Может быть здесь будет лук. Нет. Здесь еще один... Фэнтом рот. Тут тупик. Что это за комната? Понял. Понял. Можно закрыть дверь рубильником. Интересно, да? Оставили нам такое... Небольшое развлечение. Давайте прыгнем. Коленкой ударился, но... Терпимо. Так. Значит, нам надо к ключнику попасть. Во-первых, сделать ключи. Во-вторых, нам надо купить... Оружие. Не оружие, а доспехи. Просто, если попал под его мясорубку... Вообще не вырвешься. К рыбаку пробежимся. Я думаю, мы купим... Один из ключей у ключника. Ну, у нас деньги должны остаться... Хотя бы на серебряный. И проверим сундуки. Да как так-то, а? Немножко не рассчитал. Ладно. С этой стороны пока достанем. Ну, давай, закрывайся. Он так примагничивается туда. Его нельзя достать, пока дверь открыта. Это технология. Давай. Ты нам и нужен. Так, это мы читали. Есть что продать. Продадим даггер. Продадим еще один короткий меч. Давайте посмотрим, что-то еще может быть можно. Дарган кристаллы хорошо продаются. Драгонстоун хорошо продается. Вот это вот интересно, если это я продам. Я потом никак просто в какую-то область не попаду. Стрелы дешево. Это... Одна за двадцать или десять за двадцать? Ну, не знаю. Продавать пока все равно не намерен. Значит, вот эти рыцарские доспехи покупаем. Они получше. Большой щит. Перчатки у нас есть. Сапоги есть. Вердайт потом у него купим. Ну, все. Это можно просто для коллекции купить. И если я их нигде не найду, я их куплю, конечно, для коллекции. Собираем все предметы. Но... Пока... Попробуем найти. Я думаю, такие простые нам точно попадутся. Так. Большой щит. И... Броня. Броня, боди. Вот. Вот так. И что мы имеем? Вот такие характеристики, друзья. Я считаю, что это отлично. Для нашего этапа игры. Теперь... Других посетим здесь. Ниписей. И пойдем. Привет. О. Он этого не говорил. На самом деле, мне неприятно вам это говорить. Но меня арестовали за создание дубликата ключа для вора Джилла. Ну... Можно понять их, если ты был соучастником. Так. Нам надо вот этих копий. Я думаю, хотя бы, чтобы у нас их было пять. И нам надо купить у тебя ключ. Но нам не хватает на магический. Купим пока серебряный. Отлично. Копию тюремного ключа мы делать не можем. Еще новая реплика. Пожалуйста, не используйте мои ключи. Ну, типа, для плохих дел. Не злоупотреблять, да? Твоими товарами. Постараемся. Мы тут с другой важной миссией. И не для плохих дел. Так. Посетим теперь вторую деревню. Первые два условных этажа я практически выучил. Мне нравится, как здесь построена карта. Во второй части. Так. Немножко надо отойти. Вот траванул. Я слышал, что надо коснуться зеленого, чтобы выздороветь. Ух ты. А это я не сюда, да, зашел? Немножечко не сюда. Не знаю, может пойти побить рыб, чтобы хотя бы еще один ключ у него купить. Тот дорогой немного позже купим. А еще один можно, тот, который там 8 тысяч стоит. Не открывается. Так, это я. Вот сюда. Вовремя не свернул. Секундочку. Ох. К толстяку. К элханту. Ну, расскажи нам что-нибудь новенькое, дядька. Ну, давай, отвлекись уже от своей жрачки. Он, да, рассказывает. Хорошо, что вернулись. Эльфийские торговцы ведут здесь дела, но вещи, которые они продают, достаточно дорогие. У меня есть более дешевые травы, но никто не хочет их покупать. Может быть, это потому, что они... Ликвид. Какие-то водные, водянистые. Может, имеется в виду, что сделаны на водной основе. Знаете, есть такие лекарства на водной основе. Травы, типа, в бутылочках. В общем, что-то такое он хотел сказать. Так, у тебя же еще надо всякие штуки попокупать. Ну, хотя бы вот эту лунную защиту. Нам на нее хватает. Это пока еще не тянем. Так, перо тоже надо купить. А давайте куплю. Я не знаю, что это такое. Возможно, это какой-то амулет. Сейчас попробую его надеть. Нет, друзья. Тут у нас нет его. Хм, что же это? Это не оружие? Не оружие. Ну, может быть, мы можем использовать этот предмет. Ну, давайте тогда вначале сохранимся. А то у нас один и дорогой такой. Нет, использовать мы его тоже не можем. Возможно, это щит. Такой. Так. Да, это такой щит. Сравним сейчас давайте наши характеристики. 64, 54, 51, 55, 20. 60, 52, 65, 20. Но, Dark Magic стало 31. И Water Magic стало 16. Хотя Earth Magic стало 10. Он подороже. Он подороже. Поношу его. Так, ты еще что-то расскажешь? Переключатели моста контролируются солдатами Некрона. Поэтому люди не могут часто там перемещаться. Солдаты Некрона сейчас уже с одного хорошего дубенца нашим Моргенштерном отлетают в этих локациях с мостами. Никогда не входите в дверь, соединенную с подземным миром на базе номер 1. Как только вы войдете туда, вы умрете. Спешу войти туда. Вы можете поверить, что раньше я был действительно худым? Попытаемся. Но ты знаешь, ты тут не один такого телосложения. Мы еще одного видели там на крылечке. Раздражительного. Так что он тоже был крупный. О, здесь мы можем полечиться. И здесь мы можем, как советовал подписчик Макс, наполнить нашу кристальную флягу. Теперь она превратилась в Blue Potion, которым мы сможем лечиться, когда нужно. Нола. Я ее, по-моему, Норой называл несколько раз. Нола. Я тебе даже на обложку на третью часть поставил. Так что, скажи мне что-нибудь интересное. Я заметила, что мои соседи исчезают. Мне страшно и грустно. Как мне выбраться с этого острова? Она хочет отсюда выбраться. Видимо, отсюда не так просто выбраться. Попасть можно, а вот выбраться. Я почти не видел здесь посетителей, но встретила человека из Вердайта по имени Эрнест. Его схватили и забрали солдаты. И вновь, друзья, у меня почему-то падает при разговоре эмулятор. Как тогда вот с рыбаком? Наверное, надо его переустановить. Но там была фраза о том, что здесь есть дверь, которая ни разу не открывалась. На ней выгравировано изображение сиса какого-то. Сид. Я не знаю что, но об этом же, по-моему, нам говорил дядька из шахты. Так, ну давайте еще узнаем, может ли она нам еще что-то сказать. Я видела ключ на пьедестале указателя, ну вот на этом гайдпосту, в общем, который возле сохранения. Я не знала, кому он принадлежал, поэтому оставила я его там. Мы тоже не знали, но поэтому взяли с собой. Теперь у нас уже несколько. Эл пришел и рассказал мне, что солдат, сбежавший из тюрьмы, поведал, что внутри тюрьмы есть потайная дверь. Но их там даже две. Может еще и третью найдем. Я хочу вернуться в старые добрые времена. Все, друзья. Пока все. Будем ждать следующих диалогов с ней. Так, а теперь... Ну, надо спуститься тогда уже и в шахту. Первый раз мы здесь. И поговорить там с народом. И проверить, подойдет ли эта штуковина вот сюда, которую мы взяли. Так, а это не то, да? Да, это не то. Это... Это не совсем то. Может она откроет эту вещь. В общем, нам нужно за эти двери к фонтанчику и там ее проверить. Так, а мы там сможем выйти? Я уже не помню. Давайте проверим заодно. Напомним. Так, тут у нас только ловушка, да? Наверное, здесь... Хотя, вот колодец. О, отлично. Смогли. Это мне и нужно было. Так, нам надо попасть. Как нам лучше попасть? В шахты. Можно прямо из тюрьмы. Кстати, да. Можно прямо из тюрьмы. Ну что, ребята. Опыт. Наверное, они очень сложны, если бы не одевались мы так, как мы оделись. Я еще взял именно отсюда, вытащил, но теперь у нас их больше. Так что оставляем на этом месте. Ох, а это мы пришли к фонаре. Фонтану. Это не совсем туда, куда я планировал. Я думал, что это... О, вот сюда, да? Нет, это мы... Так. Мне надо в шахту, друзья. Пустите. Это что ж такое? Куда угодно, только не в шахту. Значит... Значит, вход в тюрьму все-таки, наверное, с одной... С одной стороны из шахты есть. Я думал, что два... Это второй вход, он не из шахты. Пу-ру-пу-пу-рум. Пу-ру-пу-пу-пу-м. Привет. Привет. Так. Во. а теперь сюда попробуем наши ключи джейл где нет сильвера о сильвер открыл всего лишь лекарственная трава слушайте я их с кракенов на выбиваю для этого еще ключи покупать так ты что-то новое скажешь нет он вот так же говорит об этой фигурке я перевел ее как figure of death я ошибся но вот это слово сис я не знаю что имеется ввиду будем называть фигурку сита так пойдем в шахту попробуем поговорить с тем который копает этот ничего нового не говорит неизвестно что скажет копач тоже или нет все работаешь а вот этого по моему не было я хочу найти колокольчик о котором мне рассказывал дядя харрис мне не удалось найти ни одного кусочка кристалла хотя я много копал так ты колокольчик или кристаллы ищешь или то и другое ты случайно не тот парень о котором все переживают который ушел в шахты но ты вроде не маленький хотя ну ладно мой дом находится на южной стороне но все кто живет рядом с домом элла на северной стороне мертвы неприятно раньше я видел отсюда много солдат но теперь не вижу ни одного может быть они все были убиты не кроном или захвачены его солдатами кто-то сказал мне что на этом острове много кристаллов не стоило верить этому все отлично у него тоже получили новые реплики теперь остался рыбак но и сундуки раз мы этот открыли ключом давайте сбегаем проверим те сундуки которые были закрыты так где я в целом неплохо у нас дела обстоят мы с вами уже до третьего экрана дошли наверное в следующем следующий счастье я пойду в большую шахту уж очень интересно мне ее изучить а если считать большую шахту третьим экраном или этажом этажом я называю область с новой картой то даже до 4 дошли так быстренько быстренько ничего не наполнили здесь кстати тоже можно эти фляги заполнять первый сундук у нас давайте сюда пойдем хорошо так так но он все ждет тут пока тьма исчезнет та же фраза а и и и и и и и Продолжение следует... Можно пробежать, не падая, оказывается. Вот как, если бежать. Тебя уже высадили. Ну а надо вернуться чуть-чуть за сундуком. В этой комнате три мы открыли, а вот в этой один закрытый. Нет, не подходит серебряный ключ. Сразу буду тюремный проверять. Так, а здесь можно... Вот сюда пойти. Провалиться. Провалиться, я сказал. Провалиться. О, отлично. Продолжение следует... Нет, нет, не сюда. Вот. Тебя проверить надо еще. Неверный ключ. Причем... Вот такие вряд ли к таким сундукам подходят. Так, и последний остается у нас. К последнему надо... Попасть. Так... Не очень помню, сейчас сориентируюсь. Без карты. Попробую, по крайней мере. Да, вот сюда. Ну, что-то мне подсказывает, что этот мы точно не откроем. Он такой другой. Не такой, как те сундуки. Сюда, наверное, какой-то вообще редкий ключ нужен. Он как саркофаг. Маленький. Может, в нем лежит сын. Тот самый, которого там все ищут. Нет, друзья. Таким образом, мы пока только один закрытый сундук там открыли серебряным ключом. К этим он не подходит. У ключника есть и другие ключи. И мы их проверим. Вот интересно, если я отсюда полечу. А давайте я сейчас сохранюсь. Попробую это сделать. Ух ты. Тогда со всеми мы поговорили. Все выпытали. Пойдем, думаю, что в большую шахту. И надо будет еще с тем поговорить крутым персонажем. Какой-то маг там стоял за секретной дверью. В конце давайте взглянем, как мы стали покруче с вот этими ребятами. И насколько сильно их магия нас дамажит, если они будут бить. Вот сзади, кстати, был урон. Смотрите, вообще терпимо. Ну, давай, дай нам целых три. 171 жизнь. 144 жизни. Очень. Очень мы устойчивее стали к этому урону. Физически сильнее. Быстрее их тут выносим. Наверное, нас бы уже и большой кракен с первого удара не убивал. С нашим уровнем и броней сейчас. Все, бегу лечиться, друзья. Спасибо вам за просмотр этой части. Да, в конце только скажу еще, что тоже подписчик Макс советовал на быструю клавишу поставить карту, чтобы проще ее открывать. Но, к сожалению, этого сделать нельзя. Я бы с радостью это сделал. Вот что мы можем поставить на селект. Карты здесь нет. Магии даже можно поставить. А карту нельзя. Я вас жду в шестой части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok